Сегодняшний четверг день нерыбный. Жаргал Жембиевич говорит, за два часа не клюнуло ни разу. И дело тут, вероятно, не в приманке, а в большой воде. Селинга стремительно меняет уровень. Вот я отметил, вон где палка воткнута стоит. Я как пришел, сантиметра 5 прибавил. Однако местных жителей пугает пока нисколько Селинга. Рядом также быстро наполняется и так называемая старая протока. А это дорога, которую ведет садоводческое товарищество судостроитель. Еще вчера здесь спокойно ездили машины. Но, по словам местных жителей, протока поднялась буквально на глазах. И сейчас путь для автомобилей сюда закрыт. Дачный поселок находится как бы на острове. В 90-е участки топило так, что передвигались только на лодках. Пятый раз, наверное, нас топит. Один раз только сильно было под самые окна. Председатель Галина Мишенина прекрасно помнит, как протока сносила дамбу, дважды ломала мосты. Но жители своими силами возводили новые переправы, в том числе и эту дорогу. Это маленькая дамба. Она была изначально пешеходной. Вначале делали. Теперь мы ее расширили на две машины. У нас в прошлом году такая же была. Проблема была, но воды меньше. Мы ее подсыпали и пользовались все лето. Не идем уже по воде. Как водичка? Теплая. И если люди шагают вброд, так короче, то машины и автобус пускают только через большую дамбу. Она находится чуть дальше. И это сейчас единственный путь к дачному поселку. Дорога узкая, в одну полосу. А потому жители переживают. Если вдруг река наполнится, их может отрезать от города. Но власти пока сохраняют спокойствие. Если уровень воды продолжится подниматься, мы посмотрим на отсыпку такого же бытового камня для укрепления. Но еще хочу сказать о том, что любая подсыпка или создание дамбы – это необходимо согласование с Минприродой. Обещают помочь и с отсыпкой затопленной дороги после того, как уйдет вода. Но пока прогнозы неутешительные. Гидрологи говорят, к завтрашнему дню серенга может подняться еще на 20 сантиметров. А к концу недели ожидают уровень под 2 метра. До выхода на пойму тогда останется чуть-чуть. Вода большая, не знаю, что будет. Будем готовиться помаленько.